А сейчас к другим новостям. Более 30 случаев укусов клещей зарегистрировали в области. Первый из них был две недели назад. В нашем регионе эти насекомые не являются переносчиками энцефалита, но опасаться встречи с ними все же стоит. Почему, расскажем прямо сейчас. Когда весной только становится тепло, многие отправляются отдыхать на свежий воздух, на дачи, в парки, леса или набережные. Однако во время такой прогулки, помимо так необходимой после долгой зимы порции меланина, можно получить и менее приятный подарок – укус клеща. Активность этих кровососущих насекомых начинается, когда почва прогревается до 5-7 градусов, хотя обычно пик их охоты приходится на теплые солнечные дни мая-июня. Но уже сейчас есть первые пострадавшие. В прошлом году их было 24, в этом на треть больше. Всего пока 31, из них 9 в городе Петропавловске, остальные в районах области. Все боятся чего? Это вирусного энцефалита клещевого, но наша область, она не эндемична, то есть она в этой области не встречается, возбудитель этого заболевания. Ежегодно по несколько тысяч штук мы проверяем у нас в лаборатории и отправляем в республику. И все равно нужно опасаться этого паукообразного. В случае укуса обязательно обратитесь к врачу. Помимо энцефалита, смертельного для человека, клещ передает и другие заболевания. У нас клещи, например, переносят клещевой ракетсиоз. Это такое заболевание, которое проходит в виде лихорадки, сыпи, с подъемом температуры, но оно как бы не опасно для человека. И даже без лечения оно проходит самостоятельно где-то через неделю. Нужно либо отказаться от прогулок в местах, где много травы, либо тщательно подготовиться к встрече с насекомыми. Плотная одежда, минимум открытых участков кожи и обязательно головной убор. А еще специалисты советуют воспользоваться химической защитой, аэрозолями или мазями. Они уберегут не только от клещей, но и от надоедливых комаров. Кстати, от всех кровососущих в Петропавловске и пригороде проводилась дезинсекция. Начало обработок начали с апреля месяца. Действия препарата в течение месяца, если нету дождей. Мы обрызгиваем траву обычно, на траву садятся они и помирают. Эффект очень хороший от клещей, от блох, комаров. Сегодня по плану ядохимикатами обрабатывают улицу Конституции Казахстана от Стелл Независимости до Русского Драматического Театра, а также Старый Парк. Более двух миллионов тенге в этом году, как и в прошлом, выделено на дезинсекцию и дератизацию. Это средства из республиканского бюджета. Дезинсекция – это обработка против клещевая, против комаров, а дератизация против грызунов, мышей. Нужно нам обработать 230 гектара. На сегодняшний день обработано 75 гектар. Дератизация приоритет обработки 30 гектар. Искать жертв клещи будут до самого лета, но и после забывать о безопасности не стоит. К началу осени клещи снова активизируются. Ксения Куценко, Казбек Арыкбаев, Тимур Рахматуллин, Михаил Казначеев. Новости МТРК.